Итак, Нижний Тагил на несколько дней становится главной площадкой для демонстрации новинок военной промышленности, как российской, так и зарубежной. Этим утром там открылась одна из крупнейших оружейных выставок мирового уровня. Свои последние разработки представляют порядка 250 компаний. Ознакомиться с ними приехали десятки иностранных делегаций. Столь масштабное мероприятие сулит выгодные контракты. Сергей Цуцкин продолжит. Буквально через несколько минут здесь, на полигоне Старатель, начнется кульминационная часть выставки. Самолеты, вертолеты, а также практически все виды сухопутного вооружения, около 100 единиц техники, будут участвовать в демонстрационных стрельбах. Традиционно на этом полигоне вся техника стреляет настоящими боевыми снарядами. А в этот раз зрителям обещан показ крупномасштабных учений. По сути, полтора часа зрелищного боя. Своё мастерство в небе над полигоном уже продемонстрировала пилотажная группа «Стрижи». И с самого утра можно посмотреть главные экспонаты выставки. Это, конечно же, новинки. В первую очередь, танк Т-14 на платформе «Армата». Бронемашина, которую создатели относят к вооружению пятого поколения. Она должна стать главной ударной силой российской армии и вызывает, естественно, огромный интерес. Впервые этот танк показали широкой публике 9 мая. Тогда он принял участие в параде на Красной площади, а сегодня впервые можно рассмотреть танк вблизи. Но, правда, участвовать в стрельбах Т-14 сегодня не будет. Эта разработка по-прежнему остаётся секретной, поэтому её демонстрация проходит в ограниченном режиме. То есть потрогать или, тем более, посмотреть изнутри не получится. И всё равно, все иностранные делегации просят провести их, в первую очередь, именно к этой машине. Мы рассматриваем модернизированные версии танков и БМП. Но, конечно, очень впечатляют недоработанные, а абсолютно новые танки. Мы рады тому, что уже можем на них посмотреть. Для современного оружия нужна огневая мощь, защита от противотанковых управляемых ракет, мобильность и мощность двигателя для большей скорости. На выставке ожидают в общей сложности 65 иностранных делегаций. Из таких стран, как Индия, Франция, Германия и многих других аряд государств, например, Кувейт и Саудовская Аравия, а также Таиланд, прислали сюда министров обороны. Страны Азии и Африки традиционно проявляют большой интерес к российскому оружию. Мы приехали сюда, и нас интересует техника сухопутных войск. В первую очередь, танки Т-90 и другая техника, в том числе автомобили. Нас вообще интересует российское вооружение, потому что оно очень хорошо себя зарекомендовало. Также к концу выставки организаторы ожидают подписания нескольких крупных международных контрактов. Еще стоит отметить, что полигон открыт как и для специалистов в первые два дня, так и для рядовых посетителей в два дня последующих. Сергей Цуткин, Максим Трубников, Елена Карькина, Андрей Ткач, Уральское бюро Первого канала, Свердловская область.